Так вот, когда мы говорим о рыбалке Кстати, о рыбалке можно говорить не только летом, но и зимой Извините, простите, но лето-то у нас не такое уж большое Если честно, три месяца, но может быть плюс-минус и еще два Остальное это, извините, зима Но зимой что у нас? У нас замечательный лед И зима вам не принесет тех денег, которые вы хотели Потому что, ну, представляете, ни спиннингов, ничего не надо Надо хорошо одеться, выкопать луночки Лучше три штучки вокруг себя и начинать рыбачить А еще лучше все это сделать где? В палатке Так вот, о чем мы сегодня и вам поговорим То есть, по сути событий, как мы можем побороться с этими самыми вещами Которые нас охомячили Естественно, это рыбалочка Так вот, рыбалка и рыбалка вместе с вами И вместе с магазином рыбачок, который располагается на Агаповском рынке На улице Школьной 1-1 Вы знаете, я с детства любил сельпо Там все стоило, дешево Замечательную хай-энд аппаратуру, которая работает по сей день, я купил там Свой первый компьютер я купил там Свои первые модели самолетов я купил там Да и вообще село это было круто А сегодня и в селе, и для вас, и как-то подешевле и рыбалка Вот, конечно, хотелось бы вам показать Вот, и я думаю, что в этом году мы это и сделаем По одной простой причине Рыбалка это самое то, что нужно для меня Не спешал вот так присесть Спокойненько в такой замечательной палатке Я могу здесь вот так находиться Могу даже, в принципе, прилечь Если захотел бы я поспать Вот, эта палатка абсолютно непродуваемая Вот Но удочка-то у меня крутая Таких удочек я еще не видел Вот Но и эта крутая удочка не стоит сильно дорого То есть понятен результат Вы сюда приезжаете, берете себе палатку, удочку И много-много всяких вещей А самая оптимальная вещь Она, по-моему, сейчас не на мне Потому что, ну, представляете, да Здесь тепло, естественно Это все-таки Нормальное место, где вы можете все это купить Вот И здесь тепло, естественно Вот И вот если бы я вот Одел то, что мне предлагают Я бы сейчас вспотел Поэтому, простите Но, тем не менее, я вам сейчас покажу Что здесь еще продается Давайте прикинем В зоне звезды, ну, как минимум Шесть сельских центров Ау-у-у-у Ну, позвоните по номеру и приедем Ну, а пока только Агаповка И село Явонное По сути-то все круто И отсутствие обмана Ну подумайте сами, как селян-то обманешь Сразу лажей на все село То Да и с ценой-то все как-то дешевле нашего И все говорят Как вы будете одеваться? А я объясняю как Нормально я буду одеваться Причем, честно говоря, я бы предпочел Чтобы все магнитогорцы одевались Вот в рыбачке По одной простой причине Во-первых, это все очень красиво Во-вторых Посмотрите, как это все сделано Посмотрите, да Просто красота, да И в-третьих Все, что вы здесь одеваете Это очень тепло То есть, по сути, можно одеться очень легко и просто Даже не надевая на себя ничего Потому что это все красиво И это все Это все очень правильно Вот Теперь, что касаемо магазина Рыбачок Сюда привезли все, что нужно И мне говорят Леш, а все-таки насчет этих Кондиционеров Как я говорю, ребят Ну, кондиционеры Это явно не для России Потому что Время для кондиционеров Максимум месяц А все остальное Вам придется одеваться Я, конечно, прекрасно понимаю Что на рыбалке было бы хорошо Одеться так вот Вот в трусиках, да А вы вообще видели Рыбака в трусиках? Нет, я просто Серьезно говорю Если вы видели Рыбака в трусиках То вот он полностью Облеплен репеллентом Потому что Если не репеллент И рыбака в трусиках не будет Он будет угрями Поэтому, ребята Вот даже Даже тараканов не гоните Просто оденьте Спокойненько И уже И рыбачьте зимой И летом Зимой это всяко вкуснее Потому что зима у нас Простите Полгода как минимум Теперь по теме Все сделано правильно Так как доктор прописал Одеваемся в тепло Ставим в палаточку И на рыбалочку Очень скоро Кстати, тепле Тепло делается и в палатке Маленький баллончик Маленькие горелочки Тепло Да мне б так жить Делается все Очень просто Так вот Без чего Ваша зимняя рыбалка Невозможно Ну невозможно Ваша зимняя рыбалка Без ледобура Это же зимняя рыбалка Вот Ледобуров здесь В действительности Очень много Вот Кто-то может себе Взять маленький Я бы взял большой Теперь возникает вопрос Где вы будете рыбачить Если это Река Гористая То есть там проток воды То по сути Как бы Не надо никуда лазить И этого хватит Но если это Допустим Озеро Представляете Озеро И достаточно большое И озеро Которое не имеет Никаких протоков Ну В него что-то Притекает Из него вытекает Но по сути Как бы Оно Обыкновенное Стоящее озеро Так вот Оно может промерзнуть И очень глубоко Кстати Представляете Вот взяли Вот взяли такой Забурились И все А дальше Что делать Будете А дальше Будете искать Эй Рыбаки Мне бы ваш Бурчик Так Но Рыбачок Пошел по другому Пути Вот он Замечательный Удлинитель Вот Просто Ставите И пробуриваете Дальше Теперь И кстати О птичках Простите То есть О рыбках Там внизу Как то хочется Кислорода Ну по сути Вы его и даете Лунка то ваша Теперь И прикорм И наживка Блесны Всяческие Мармышки Эх Где все это было 35 лет назад То Да нифига То и не было А сейчас Есть Я вам скажу Сколько водка стоит Хорошая водка Стоит Ну в пределах 270 рублей За 0,5 Еще найти надо Вот Я вообще не пью Алкоголь Достаточно Давно Кстати Вот Вот про эти вещи Даже разговаривать Не буду Когда вы приедете В магазин Рыбачок И захотите себе Купить Я вам скажу Что максимальная цена Вот то Что я там сидел Вот это 240 рублей Все остальное Стоит вообще копейки Вот Если вы приехали сюда В магазин Рыбачок Да То есть Естественно У вас должна быть Не одна Удочка Их много Естественно Три штучки Поставьте И естественно Если вы что-то Дальше Делаете То есть Захотели Что-то Снизу Поймать О Жир лица Опустили И смотрите Как только Она начинает Чепок 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 Быстренько Хоп Подхватили И вытащили Вот Ну возникает вопрос Что насчет прикормки И прикормка тоже есть Пожалуйста Лещ Ну для Для леща Нужно Большое Местечко Потому что Иногда Лещи Бывают И очень Большие И тогда Что вы будете Делать Ну если Ничего не Получилось Ну Опускать Леща Дальше Обрезать Понятен Результат Поэтому Сразу Делать Большую Вот Ну а Для тех Кто собственно Говоря Видит Рыбок Только Дома Есть Замечательная Аквариумная Прикормка Для тех Кто не хочет С нами Заниматься И не будет Рыбачить На Речках И на Озерах Итак Про место Агаповский Центральный Рынок Место Известное Всем Если Что-то У вас Не хватает Если Чего-то Нету То Разница В несколько Сот Рублей Гарантированно А мы И сейчас Знаем Эту Разницу И Приезжаем Потому Как Принцип Социализма Вдавленный Нам С детства Так и Гласит Что Экономика Должна Быть Экономной И Цены Недорогие Кстати Вот В Магнитогорске Я только Одно место Реклама Ну Два Места Одно Место Это было Очень Давно Другое Место Недавно Но По сути Событий Когда мы Говорим О рыбалке То Что Нужно Для Вашей Рыбалки Так Сколько Оно Стоит Вообще Вопрос Очень Даже Интересный Магнитогорск Он Какой-то Такой Городочек Интересненький То есть Боковички У всех Естественно И Боковички Не Всегда Говорят Что Мы Вам Продадим То Что Вы Хотите По Дешевой Цене В данном Случа Мы Приезжаем На Агаповский Рынок Понятное Дело Агаповка Это Не Магнитогорск Здесь Всего Населения Ну Примерно Там 5-7 Тысяч Человек И Никто Никогда Не Будет Вам Ни О Чем Говорить То Есть Вы Покупаете Нормальный Результат Нормальный Прикорм Нормальную Удочки Нормальную Одежду Нормальную Палатку И По Сути Событий Здесь Никто Вас Не Будет Обманывать Слишком Небольшой Город А Доехать До Магнитогорска До Суда Вообще Никаких Проблем Не Существует С Любой Точки Города Ну Это Максимум Полчаса С Ленинского Района Сюда Приезжают А Если Допустим С Орженикизовского Ну 15 Минут И Все Но По Цене Вопроса И По Цене Вопроса Короче Рыбачка Не Существует